Часть шестая. Атмосфера в школе. Но, как известно, школа – это не только занятие и не только работа. Школа, а тем более школа-интернат – это прежде всего коллектив, общество детей и учителей со своей внутренней атмосферой и логикой поведения. Атмосфера в школе формирует личность человека, очень часто навсегда. Атмосфера в Кадури не была товарищеской. Старшие издевались над новичками. Обычными в те годы были «церемонии присяги» в кавычках. Старшеклассники вытащили весь класс рабина на гору Тавор, уложили их на землю лицом вниз, головой на восток. Им было приказано молиться солнцу, чтобы оно взошло. А пока что старшеклассники бегали по их спинам. С восходом солнца веселье в кавычках прекратилось. Новички были обязаны отвесить поклон взошедшему светилу и поблагодарить его. После чего все спустились на футбольную площадку и провели матч, который, как всегда, закончился победой ветеранов. В заключение церемонии все участники спели гимн Кадури. «Новичок, новичок, ты пустышка! Новичок, новичок, пузырь надутый! Новичок, новичок, ты осел! Новичок, новичок, дыра в мешке!» Вся церемония сознательно или бессознательно возрождает языческую культуру, против которой восстал основатель нации Авраам, сын Тераха, Авраама Вину, четыре тысячи лет тому назад. На следующую ночь старшеклассники избили новичков жгутами, скрученными из синих интернатских простыней. Через три месяца после начала занятий скончалась Роза Коэн. Рабин поехал на похороны в сопровождении Мошеннецера. Натан Пиат написал Ицхаку письмо. «Твоя мать входила в число великих женщин Израиля, чьи имена связаны с высокими целями нации. Постарайся найти утешение в занятиях, в профессии, которую ты выбрал, как ради себя самого, так и для общества, которое так любила твоя мать и которому она посвятила столько дней своей недолгой жизни». Конец цитаты. Нелегко представить себе, какие чувства пробудило в Ицхаке это письмо. Разумеется, похвальное слово умершей матери было приятно. С другой стороны, уход матери предоставил ему долгожданную и, может быть, уже запоздалую свободу от ее тирании. В конце концов, профессию, в которой должен был найти утешение осиротевший Ицхак, выбрал не он. Она была навязана ему его матерью, равно как и дом воспитания, и гевата шлоша, и школа Кадури. Первый год Рабина в Кадури пришелся на второй год арабского восстания. Несколько раз арабы обстреливали школу. В Кадури был послан сержант вспомогательной еврейской полиции Игаль Алон. Он провел военные занятия с учениками. Рабин вспоминает «С военными проблемами я впервые столкнулся в Кадури». Конец цитаты Один из однокашников Рабина рассказал следующий эпизод Цвик Рагус, один из инструкторов школы, решил проверить боеготовность учеников. Он нарядился арабом и напал на группу учеников. Ученики обратились в бегство. Одного из них Крагус сумел поймать. Это был Рабин. Крагус раздел его. Одежду он передал Пиату, и весь класс получил порицание за недостаточную бдительность. Конец цитаты В 1938 году усилилось арабское восстание. Британские власти закрыли Кадури за три недели до конца учебного года. Большинство учеников вернулось в свои Мошавы, где была горячая пора работы. Рабину некуда было возвращаться. Мать скончалась, а отец работал с утра до вечера и заботился о младшей сестре. Рабин последовал совету Алона и поехал в кибуц Генасар. Работать и сторожить. Мошенецер присоединился к Рабину. Там оба прошли курс военной подготовки. Их обучили стрелять из ружья и из револьвера и бросать гранаты. В кибуце они провели полгода. Там сформировались отношения Рабина и Алона, который взял Рабина под свое крыло. Алон был для Рабина учителем и командиром. Возможно, он подсознательно заменял ему родителей, которых не хватало Ицхаку в детские годы. Но прежде всего обоих связывала дружба, товарищество. Алон был, естественно, старшим товарищем. Спустя несколько лет крепким чувством товарищества будет пронизана вся верхушка Пальмаха. Командные кадры Пальмаха выбирались почти исключительно из молодежи, прошедшей «пролетарское воспитание» в кавычках. Их воспитывали в элитарном чувстве превосходства над всеми прочими. В этом узком кругу чувство товарищества и элитарности очень быстро превратилось в мироощущение избранной касты. У них появились все характерные признаки аристократии, кроме развиваемого веками военных и государственных традиций и чувства ответственности. Узкая каста аристократии в кавычках опиралась на более широкий фундамент «простых пальмахников» в кавычках. Кастовое мироощущение Пальмаха имело трагические последствия для Ишува, прежде всего для самих пальмахников, которые заплатили немалой кровью за невежество своих командиров. Но кастовая «спайка» в кавычках не была разрушена этим. Поколение «пальмаха» осталось сплоченной социальной группой, которая до сих пор пользуется огромным влиянием в Израиле, прежде всего потому, что истинные факты о Пальмахе почти неизвестны. Летом 1939 года англичане безжалостно подавили арабское восстание. Армия бомбардировала деревни, в городе Шхеме была устроена резня и тому подобное. В сентябре началась Вторая мировая война. Алон и Рабин были в это время в кибуце Ромат Давид. Затем Рабин вернулся в Кадури и в 1940 году окончил школу с отличием. Английский губернатор Палестины в кавычках дал ему премию. Обсуждалась возможность продолжить обучение в Университете Беркли, Калифорния.